За все в этой жизни нужно платить, тем более за жилищно-коммунальные услуги. Но когда только за одно тепло выставляют счет в 10 тысяч рублей, то появляются сомнения. И как следствие, куча жалоб в жилинспекцию. Социальное напряжение растет, и ТГК-14 меняет свое решение. Первое, мы сделали его, это начинание, правильно. Второе, что мы их уберем, именно и все финансовые проблемы возьмем на себя. Потому что, грубо говоря, мы сегодня провели консультации с правительством и с надзорными органами. Мы решили, вот все вместе решили сделать вот так. Речь ведется за период с 13-й, 14-й год. Еще раз говорю, мы решили все это дело убрать и оставим только текущий период. То есть, через пару дней улан-уденсам вручат новые счета. Ведь к виточным ажиотажам не на шутку заинтересовалась жилинспекция. Начаты три проверки ТГК-14. По фактам для начислений, которые произошли, буквально на той неделе нам поступать начали жалобы граждан. Эти проверки у нас в настоящий момент проводятся. Тепловики утверждают, платить жители обязаны по показаниям общедомового прибора учета. У нас нет поквартирного учета по квартирам. Вот если бы это была электроэнергия, я понимаю, вы говорите мне, что у нас нет потребления по квартирам счетчиков. Счетчиков в квартире нет. Речь о 36 домах, которые попали в список по перерасчету. Однако в числе счастливчиков с полученным обещанием по списанию долгов оказались жители не всех многоэтажек, жильцам которых произвели перерасчет. В это время за 2015 год в ТГК-14 списывать до начисления не собираются. Отмечу, чтобы оспорить цифры тепловиков, нужно обратиться в жилищную инспекцию. В любом случае, власти советуют не гасить долги до начала апреля. Тогда объявят результаты инспектирования. Байр Цедыпов, Виктор Горновской. Новости дня. Виктор Горновской. Новости дня.